Приветствую всех! Сегодня мы обсудим зуд и как его усмирить при синдроме отмены гормона. А также вы найдёте полезным это видео, если у вас есть атопический дерматит и экзема. Если вы первый раз на моём канале, то добро пожаловать! Меня зовут Юлия. Я страдаю несколькими типами экзем и синдромом отмены гормона. А также лечусь на биологическом препарате Дупиксент. Мне будет приятно, если вы посмотрите это видео, поставите лайки, если вам оно понравится и будете рекомендовать друзьям. Это поможет моему каналу развиваться дальше. Ну что, поехали! Я продолжаю записывать цикл видео о синдроме отмены гормона, который в настоящее время не признан многими врачами. Но на данный момент Британская ассоциация дерматологов этот синдром подтвердила, так же, как и новозеландская. И они выпустили гайд для дерматологов, как распознать синдром отмены и чем он отличается от ухудшения, либо от тяжёлой экземы. Этот гайд я выставлю на своей странице в Инстаграм. Перевод от ассоциации британских дерматологов у меня уже там есть. Если вам интересно видео о синдроме отмены гормона, я поставлю его здесь. Вы можете перейти по ссылке и далее смотреть. Также приглашаю вас в группу ВКонтакте о синдроме отмены гормона, там, где вы можете общаться друг с другом и делиться своими переживаниями. В Инстаграме моя страничка как и для по синдрому отмены гормона, так и в ходе за кожей и других заболеваниях. Наше сегодняшнее видео не построено на базе каких-то доказательств, не подтверждено какими-то исследованиями. Но эти способы уменьшения зуда даны людьми, кто проходит через синдром отмены гормона, а в частности с сайта itsan.org. Поэтому вы можете принять их просто к сведению. Зуд является самым худшим симптомом при синдроме отмены гормона, либо при атопическом дерматите и экземе. Я хочу зачитать вам мнение учредительницы сообщества It'san. Келли Паласо, она чувствовала, когда у нее возникал зуд. Для меня зуд был худшим симптомом в моем выздоровлении от отмены этопических кортикостероидов. Он поставил меня на колени, плача, молясь, умоляя его остановиться. В какой-то момент зуд был настолько сильным, что я купила медицинские защитные рукавицы, похожие на боксерские перчатки, и попросила мужа затянуть меня на ночь в перчатках, чтобы я не могла почесаться. Но я побеждала каждую ночь, снимая перчатки во сне и яростно царапая себя. Были времена, когда я чесалась 24 часа в сутки. Я sharing this very personal experience at my mother's behest, so that others can see what topical steroid withdrawal, TSW, can look like. This is what I looked like before I stopped taking steroids. I would use them on a few spots on my face and body a few days a week, maybe. It was very off and on, as recommended by doctors. I would take breaks, and then a few months later, I would have dramatic swelling, rashes, and irritations. For which I was given more and more steroid creams and pills, other immunosuppressants, as well as years of allergy shots. I finally found out about TSW in 2020, and I knew immediately that I needed to stop steroids. This is when the real torture began. I have been at TSW for almost 17 months. Oh, goodness! Earlier this year, 2021, my mother came to care for me for three months. Even though we had been in contact daily, and she had seen many pictures of my condition, she was shocked at how painful and debilitating the TSW experience was when she saw it firsthand. She made these videos so others could see the tragic intensity of what TSW can be. In general, people with TSW suffer similar symptoms. However, we are all a little different, and the way our bodies compensate during healing can vary widely. How are you answering it? What can I do? I don't know, honey. I don't know. The community is strong, and we are bound together by pain and hope for healing. Many doctors do not believe that TSW exists, but our lived experiences say otherwise. I'm so bad right now. My face is just so bad, and my neck here, everything is just awful. Please share, so others can see and heed the warning of what topical steroids can do to the body. Oh, God! Неврологический феномен зуда невероятно сложен. В случае ТСВ, то есть синдрома отмены гормона, считается, что зуд вызван тем, что кровеносные сосуды и нервные окончания кожи начинают восстанавливать нормальную функцию. Топические кортикостероиды вызывают сокращение крошечных кровеносных сосудов кожи или вазоконстрикцию, что облегчает дискомфорт от воспаления. Когда организм становится невосприимчивым к лечению, кровеносные сосуды расширяются и расширяются дальше, вызывая покраснение кожи, болезненное сжение и зуд. Как и при восстановлении после сильного солнечного ожога, покраснение переходит в стянутую шелушащуюся кожу. Поскольку капилляры кожи восстанавливаются во время отмены кортикостероидов, многие описывают глубокий общий системный зуд. Пал заявляет, что зуд, испытываемый во время отмены кортикостероидов, отличается от зуда, который испытывает человек с экземой. Это глубокий заживляющий зуд. Думая о зуде как о шаге в процессе заживления, можно принять и понять, что он пройдет. Прекратится ли когда-нибудь такой сильный зуд при синдроме отмены гормона? Ответ на это да. Он станет менее выраженный. Зуд становится более терпимым на различных стадиях абстинентного синдрома. Он может быть не такой распространенный по всему телу, а концентрироваться в некоторых наиболее проблемных зонах. Следующий вопрос. Смогу ли я предотвратить вот это вот чесание по коже? Зуд может быть такой силой, что вы не сможете сдержаться. Либо вы будете сдерживать желание почесаться, а потом просто исчешите себя до крови. Поэтому лучше примените план чесания. Если вы будете чесать кожу, делайте это крайне осторожно, чтобы не повредить ее и отбросить заново свое лечение. То есть когда вы чешетесь, то есть когда вы сильно чешетесь и повреждаете кожу, образуются открытые раны, в которые может попасть инфекция и дополнительно делать воспаление на коже. А второе, когда вы чешетесь, вы деформируете свои ногти и боли острые еще больше будут царапать вашу кожу. Есть ли безопасный способ почесаться? Келли Паллес, основательница Ай Цан, говорит, что нашла такой способ. В этом случае она использовала резиновую расческу, так как она не сильно царапала кожу и не разрывала вот эти вот участки кожи. Она ее каждый день мыла с мылом, а потом дезинфицирована. И за год она не получила никакой инфекции на коже. Прежде чем она брала расческу, чтобы почесаться, она говорила себе и повторяла как мантру. Нежнее, нежнее. То есть и слегка она почесывала себе кожу, пытаясь ее не поцарапать до крови или повредить. А теперь несколько советов по плану расчесывания вашей кожи. Помните о царапинах. Имейте план остановиться перед тем, как все выйдет из-под контроля и вы расчешете кожу до крови. Второе. Примите позу стоп. Как она выглядит? Например, вы захотели почесаться. Придумайте себе какую-то позу. Например, поза молитвы. Держите так руки, например, в 60 секунд. Если вы выдержите эти 60 секунд, скорее всего, вы дальше не будете чесаться. Либо вы можете скрестить руки, положить под мышку и так держать. Либо сесть на них, положить под попу и так держать, сколько вы сможете. Поймите, чем больше вы чешете, тем больше вы чешетесь. Вообще, чесание приводит в такой круг, в такой цикл зуд расчесывания. Когда вы где-нибудь чешетесь, вы высвобождаете гистамин. И гистамин провоцирует в вашем теле еще больше зуда. То есть, поэтому вы можете, например, начать чесать лодыжку, а закончите чесанием по всему телу. Третье. Вы можете произносить мантру, как делают это сейчас очень многие люди в курсах йоги и так далее. Но вы можете сделать эту мантру сами для себя. Например, вы можете, когда чешется, вы держите эту фазу покоя, вы можете говорить про себя нежнее, нежнее, спокойно. Я исцеляюсь. Я исцеляюсь, мое тело исцеляет. Это пройдет. Это нервы заживают. Потому что нервы заживают в вашей коже. Нервы заживают. Я буду здоров. Я получу здоровую, гладкую кожу. Я сейчас похожа на индуса или буддиста. Но, если это вам поможет, вообще относитесь к своему внутреннему ребенку нежно, как говорят психологи. Жалейте себя. Следующее. Держите ногти чистыми. Они должны быть коротко подстрижены, заточены, гладко, чтобы не было никаких зацеплений на ногтях. Лично я свои ногти стригу каждое воскресенье после принятия в ванной, чтобы они легче обстригались. Я обязательно их запиливаю. Никакого маникюра из-за болезни я не ношу. Один мой совет из видео про экзему рук. Носите их. Вы можете одевать на ночь хлопчатобумажные перчатки. Они, во-первых, защитят вашу кожу. Если вы, например, наносите какой-то крем заживляющий, либо эмалент, они могут защитить ее, и он лучше впитается. А следующее вы не будете так расчесывать себя. Также существуют разные магазины для атопиков и аллергиков. Там продается одежда для сна, одежда, пижамы. Есть с закрытыми рукавами, например, кофты. Если это ребенок с рукавичками, есть такие кофты. Либо, смотрите, пижамы и вообще одежду широкую из стопроцентного хлопка. И лучше, чтобы такая одежда домашняя была из светлых тонов. И, например, синий цвет и темный цвет краски могут сами по себе вызывать аллергию на кожу. Я уже говорила, имейте какой-то инструмент при себе для мягкого чесания, как, например, резиновая расческа. И держите его в чистоте. То есть вы его, если вы им чешете, вы его моете с мылом и обрабатываете, дезинфицируете каким-то спиртовым раствором. Следующее. Может помочь изменение температуры. Например, если у вас чешется какой-то участок тела, можете приложить к нему лед, либо пакет со льдом, обернутый какой-то тряпкой, либо вообще влажную мокрую тряпку принять. Вы можете ополоснуть руки прохладной водой или принять прохладную ванну. Некоторым, наоборот, помогает тепло и теплый ванн. Если вам помогает тепло, вы можете использовать грелки. Следующее. Если увлажняющий крем приносит вам облегчение, тогда наносите. Если от увлажняющего крема у вас все зудит и чешется, то тогда можете не наносить никаких увлажняющих кремов. К сожалению, синдром отмены гормона ваша кожа может стать сухой, шелушащейся. У вас будет очень много чешуек. И у вас будет желание их отрывать. Но когда вы будете это делать, не начните цикл расчесывания и царапания. Увлекаясь вот этим отдиранием чешуек. Также вы можете найти приятеля по здоровому образу жизни. И, например, при нем обещать, что вы не будете чесать. Наличие друга, партнера по здоровому образу жизни может быть очень полезным для вас. Тот, кто будет вас поддерживать в том, чтобы вы не чесались. Следующий момент. Вы можете отвлечь себя просто от этого чесания. Например, поиграть в какую-нибудь видеоигру. Пишите какие-нибудь посты, либо электронные письма. Посмотрите какие-то любимые сериалы, чтобы вы отвлекались от того, что вам чешется. Вы можете взять мячик для снятия стресса и сжимать его. Делайте что-нибудь, чтобы занимало ваши руки и занимало ваши мысли. Из лекарственных препаратов. Антигистаминные препараты могут помочь. Но их скорее нужно будет принимать им большие дозы. Для этого проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Некоторые считают теплую, горячую ванну полезной. Но не увлекайтесь ею. Сначала тепло может быть таким комфортным и успокаивающим. Но горячая вода провоцирует усиление кровотока в коже, что потом может усилить зуд и жжение. Также, если чешется, вы можете заменить чесание на какую-нибудь вибрацию, постукивание, либо маленькое щипание кожи. Это в некоторых случаях может помочь убрать вот этот вот, убрать вот этот нервный импульс чесания. Ночью, если вы чешетесь, проверьте. Влажность воздуха примерно от 40 до 60-70% должно быть. И температура воздуха днем 20-22 градуса, а вечером, если позволяет радиатор, уменьшить температуру до 18 градусов. Вы можете купить небольшой увлажнитель воздуха и поставить рядом с кроватью, либо развешивать, например, мокрые полотенца по радиаторам. Это добавит дополнительную влажность в ночь, чтобы вы не потели, а потом от этого не чесались. Лучше использовать тонкие хлопковые одеяла, чтобы они как бы вам давали дышать. Может быть, лучше одевать пижаму со штанами, так как по моему опыту, если ноги соприкасаются друг с другом, этим вызывая увеличение температуры и пот, и поэтому потом ноги могут чесаться. Если вы будете использовать хлопчатобумажные какие-то леггинсы, либо широкие штаны, это может улучшить качество сна. На этом я обращаюсь с вами на сегодня. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Если это так, ставьте лайк, пишите свои комментарии, как вы справляетесь с зудом, что вы можете посоветовать людям, проходящим через синдром отмены. Пока! До следующей встречи, до следующего видео. Всем у здоровой кожи! Да ё-моё! Вот так всегда, люди так всегда, когда я записываю видео, соседи начинают долобиться, делать ремонты, начинается готовиться в кухне, и бренчание, начинается ездить, там, какие-то машины, и гудеть. У вас так же? Кто записывает видео? У вас так же, если происходит, что делать? Это видео!